Люди всегда хоть немного хотели приоткрыть завесу будущего. Особенно это актуально в преддверии Нового года. Каким будет предстоящий 2024 год? Деревянного и зелёного дракона мы решили узнать у астрологов. Покровитель 2024-го — дракон. Зверь мифический и требовательный. Астрологи считают, что пересмотреть подход к жизни придётся под влиянием планет — Сатурна и Раху. Раху — это очищение от иллюзий. Соответственно, от того, чтобы посмотреть реально и трезво на свою жизнь и посмотреть во всех сферах жизни, что ты достиг. А Сатурн — это взять потом, то, что ты увидел, и реализоваться в работе, в профессии, в личной жизни. Стратегия, дисциплина и планирование — основные принципы, которых нужно придерживаться в Новом году. Что касается знаков Зодиака, то любимчиками предстоящего года станут Козероги и Водолеи. Козерог — это деловой подход. Ничего лишнего, деловой подход, бизнес, планирование. И поэтому Сатурн им благоволит, он им и управляет. Водолей — это знак свободы, у которого тоже есть стремление всем помочь, подсказать, дать какую-то подсказку. Поэтому им будет, соответственно, легче. Фаворитами дракона станут также весы и тельцы. Намного сложнее будет знаком Меркурия, близнецам и девам. Но в любом случае, предстоящий год открывает для них много возможностей. А вот удачливость для рыб и стрельцов зависит от настроя. Овнам, скорпионам, львам и ракам нужно научиться сдерживать свою эмоциональность и быть более практичными. Шаманы тоже считают, чтобы год был успешным, нужно приложить усилия. Но они окупятся с лихвой. Люди, которые умеют жить, которые смотрят далеко в будущее, которые не боятся трудностей, этот год для них будет очень правильным, прямым и хорошим. И особенность этот год будет очень полезна для бизнеса, коммерции, или для подъема, для постройки дома, для покупки автомобиля, еще что-то в таком духе. Верить прогнозам и гороскопам, конечно, личное дело каждого. Но всегда хочется, чтобы будущее сулило только хорошее. Год дракона напоминает, что счастье в наших с вами руках. Под Новый год традиционно загадывают желания. Я тоже решила это сделать, но в необычном месте, возле священного дерева. Для этого мне необходимо повязать вот эту белую ленту, она обозначает белую дорогу. Но перед этим нужно три раза обойти дерево, думая о духах своих прятков. Венера Каримова, Сергей Оленик и Павел Востротин, 31 канал. Субтитры создавал DimaTorzok